друзья всем привет с вами макс и вы находитесь на канале keep going и как я и обещал все эти дни что я запишу вам видео о том как сдать на права на сидел как это сделать быстрее да вот наконец-то пришло это время у меня сейчас есть свободное время я приехал на трак стоп я сейчас в нью-мексико и хочу вам показать как выглядит сейчас видите как забыл как польза камеры вот плохо видно конечно ну там красивый закат он только что был очень красивый сейчас уже там вышли тучи и закрыли солнце ну а вот так вот выглядит это rest area да на самом езде в нью-мексико вот трак груз все целое все на месте сейчас будет уже темно поэтому я не нашел никакого кстати места где можно сесть или стать камеру руки держать все время не хочу потому что видео будет длинно она будет с трех частей поэтому сейчас зайдет солнце я сяду в трак включу свет и просто в траке вам все расскажу видео будет стрех частей что это значит три части пик ну то есть это будет одно видео ну просто три части история о право да первое это будет я хочу рассказать полностью как выглядит экзамен гимми от начала до конца как он выглядит да потом расскажу как прошел конкретно мой экзамен и потом расскажу как уже подготовиться к экзамен днем думает так будет лучше тогда вы будете понимать к чему готовиться и тогда я уже расскажу как быстрее к этому всему подготовиться потому что ну реально это можно сделать за пару недель то есть если к этому подойти серьезно за пару недель вы уже можете пойти смело на экзамен и получить права с первого раза так как получил я ну правда я получил не за две недели потому что я расскажу почему потому что я расскажу как я учился в школе и меня это затянулось намного более дольшее время но получилось первого раза так что друзья делюсь вами своим опытом и я думаю что всем тем кто хотят или думают вообще про сидел и думаю что это сложно дорого там все прочее я думаю это видео вам будет точно полезно и вы уже дальше после этого видео сами решите нужно вам это не нужно сложно это не сложно но я скажу что на самом деле все не так сложно как кажется поэтому погнали тут со света на самом деле тоже не все очень хорошо но выбора вообще нет друзья будем я буду вот так сидеть и вы будете на меня смотреть все это время поэтому если кому не интересно вы можете просто слушать ничего не поменяется но на хочу хочу начать с того вообще как выглядит сам экзамен и кстати это блин у меня много друзей у кого у которых есть сидел я перед началом всего этого у них пытался узнать всю информацию на самом деле никто только мне нормально ничего не рассказал и мало того все говорили какую-то разную информацию но я так понимаю сейчас что информация была немножко разной потому что сдавали в разных штатах разные там правила разные условия где-то можно там знаете вот этот тест демьв сдавать на русском типа языке где-то только на английском короче везде все было по-разному но я рассказываю про тот опыт который получил в калифорнии я сдал в калифорнии в лос-анджелесе на права получил и все прочее да я уже снимал раньше видео о том как сдать тест в dmv вот этот устный знаете там на компьютере там принципе я все рассказал я сказал как к нему готовился и все прочее то есть сейчас я это не трогай потому что с этим тестом когда вы сдаете вы получаете пермит и уже с этим пермитом идёте в автошколу учитесь идете на экзамен то есть я буду рассказывать момента того когда у вас уже есть пермит потому что пермит получить очень легко в принципе нужно только там не знаю неделю потратить на Что все выучить в принципе прочитать эту книжку Которую бесплатно можно взять ДМВ Либо в интернете скачать Либо вообще даже можно и без книжки Скачать тесты Порешать тесты и пойти только по тестов сдавать В принципе можно и так Но лучше, конечно, прочитать хотя бы раз книжку Потому что там есть вся информация, которая вам нужна Там даже немножко больше информации То есть знаете Бывает какая-то там одна важная цифра Которую нужно знать Но чтобы найти эту цифру Нужно прочитать весь большой абзац Там много воды И потом уже идет основная информация В тестах сразу же только основная информация Там вопрос-ответ, вопрос-ответ Поэтому я пермит получал сам Я выучил те тесты по телефону, в приложении Я снимал в этом видео, рассказывал Пошел, сдал и уже с пермитом пошел в автошколу Ну вот, теперь начнем все-таки к экзамену Как выглядит экзамен? Сначала у вас вообще три части экзамена Первая часть это пред-trip inspection Пред-trip inspection, это вам нужно сделать пред-trip всего трака Там есть три вида пред-triпа Это есть ABC То есть вы можете сделать пред-trip A A это морда трака И вот все, что под капотом до двери До двери и все И потом сцепка сзади, каплинг Давайте, наверное, выше выйду и вам покажу В общем, пред-trip A это вот вся морда трака То есть это начинается с верных фонарей, стекло, капот, все, что под капотом Вот это колесо, вот это Так, 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 опускайся Вот это колесо И получается вот так до двери, до отсюда Потом дальше Это идет вот эта сцепка То есть вот эти шланги, да, вот это все Вот это каплинг И как бы все Пред-trip B, форма B Это уже идет от двери отсюда И пошло назад До отсюда Потом вот эта тоже сцепка Этот И самый зад трейлера То есть вот прям конкретно зад трейлера И C Это опять же вот это все Сцепка и весь трейлер Вот три вида инспекции Но есть еще инспекция F Которая была у меня F это весь трак от самого начала И до самого конца Вот у меня была эта инспекция После того, как вы сдали эту инспекцию Вам еще нужно проверить фары Вам нужно попросить этого Не знаю, человека, который там ходит Чтобы он помог вам проверить фары Вы садитесь в автомобиль Включаете, включаете фары Он там говорит вам окей, не окей То же самое делает сзади И это все важно То есть если вы это забудете Это уже вам большой минус И Сразу же важные вещи, да Вот, к примеру, проверяешь ты фары Тебе нужно сесть в трак Как ты сядешь в трак Это тоже очень важно То есть Во-первых, важно, как ты зайдешь в трак У тебя всегда должно быть Три точки контакта Это получается как Вот я, когда захожу в трак Вот одна рука держится Вот, например, вторая рука держится И одна нога стоит Вот три точки контакта То есть постоянно должно быть так Либо две ноги и одна рука Знаете, то есть постоянно у тебя должно быть Три точки контакта когда ты заходит в трак и когда ты выходишь строка и выходишь ты задом заходишь передому так то есть нельзя так передума прег to push it and тоже сразу же провалил и потом когда ты заходишь в трак даже просто для то она проверяешь свет не заводишь строк ты просто включаешь выключаешь свет и как бы ты сюда зашел на пару секунд получается но важный момент тебе нужно пристегнуться если ты не пристегнешься в этот момент каждый сил тр beams это тоже будет ошибка то есть так никуда не едет его не заводишь но ты все равно должен пристегнуться это такая мелочь но которую многие забывают и некоторые просто проваливают экзамен уже на этом этапе если он неправильно села не пристегнулся все может сразу же уже идти на пересдачу после того как я уже проверил свет вы садитесь ним в трак и у вас остается in cap inspection то есть вам нужно рассказать все что находится в кабине какому на состоянии все прочее и нужно проверить тормоза air brakes air brakes состоят вон там с 5 пунктов тоже ну там ничего сложного нету это уже принципе довольно таки все быстро делается вот все если вы все сделали правильно вы сдали от притрип теперь после этого можете ехать и получается как что у вас должно быть 100 баллов да это максимальная оценка но чтобы сдать экзамен вам достаточно набрать 70 баллов поэтому узнать нужно все но в принципе если вы набираете уже 70 то вы точно сдали на что это имеется ввиду что пример если вы идеально сделали притрип на улице дата уже если вы в кабине тут что-то скажет не так то все равно вы сдадите в принципе после этого вы едете с уже с этим инструктором в общем на вождение по городу я не знаю как в каждый день где это выглядит наше мдмв было так как мы выехали мы проехали минут 15 то есть начало проехали по городу потом выехали на фривей потом съехали потом заехали на площадку и там была площадка на которой нужно сдавать вот эти знаете маневры парковку вот там ты сдаешь потом эту парковку если ты сдал тогда ты уже едешь дальше делать вождение то есть вот так это выглядело ну вот и как бы весь экзамен да и получается когда вы уже выезжаете в город тоже важный момент и просто сейчас рассказываю то есть тоже у вас какое-то количество баллов за каждую какую-то ошибку вам добавляют поинты чем больше вы наберете их поинтов тем скорее вы провалите экзамен и получается за что можно получить да абсолютно за все даже за то ну я сдавал на ручной коробке не на автомате и это нам было самый большой страх что я там не попаду в передачу либо я сделаю неправильно downshifting потому что нужно тормозить engine break тут engine break вот ручку я и дернул и все он тормозить себе а там нужно было выжать сцепление включить передачу по чуть пониженной не пошли спускать сцепление и держи не чуть-чуть нажимать тормоз короче это напряжено все было без опыта как бы это было сложновато и я от боялся за это что у меня будет неправильно получаться я типа провалю на самом деле все было нормально и получается вообще вам нужно например когда вы перестраиваетесь меняете линию нужно шесть раз посмотреть зеркала да то есть раз туда это два потом то есть вот так шесть раз головой помахать да и получается что два раза вы делаете перед перестроением два раза во время перестроения и два раза после да то есть вот раз-два посмотрел потом я во время раз-два и потом уже после перестроения раз-два надо так всегда делать если вы один раз хотя бы забудете это тоже будет какой-то бал также когда вы проезжаете просто перекресток вот примеру в городе перекресток и у вас зеленый и вы его проезжайте вы обязаны посмотреть по сторонам тоже то есть мы в жизни так никто не делает да вот когда вы едете на машине вы вряд ли прям там головой так крутите но там прям надо показать ему что вы вот так смотрите по сторонам он должен увидеть это руки должны быть на руле обе руки да а если вы будете одной вести уже тоже большая ошибка то есть такие всякие мелочи в принципе это ничего сложного в этом нету просто надо не забывать это сложно для тех кто знаете типа крутой водитель уже изначально и вот он приходит на экзамен ему сложно потому что он привык ездить от одной рукой там и все прочее это я просто когда в школе был у нас там такие были до типа не ездили на какие-то стрейк траках да без сидела привыкли так ездить и они не сдавали они проваливали экзамен реально хотя они уже долго ездить на траках ну вот экзамен они проваливали потом важный момент во время езды это ваш спид лимит по которым вы едете получается как вы едете стоит знак в городе 35 миль и мне говорили я должен ехать 30 не медленней не быстрее ну я так и делал ехал 5 миль медленнее чем заявлено в знаке когда выезжал на фривей там был знак 65 то я ехал уже близко к 65 то есть там 62 63 в таком плане но по городу на 5 миль ниже показанного знака у нас там был парень который в тока выехали они с дмв и и он заехал там где нам было ехать ну знак был 35 надо было ехать 30 он ехал 20-25 я вам сразу провалил три квартала проехал это сказал все заезжай обратно типа очень медленно то есть это важный момент потом конечно же стоп линии да вы перед ним должны остановиться опять посмотреть там 33 секунды должно пройти потом только ехать и очень важный момент это линии для велосипедистов которые справа находится вы когда едете и вам нужно повернуть направо если там есть велосипедная линия обязательно нужно проверить убедиться что там нет велосипедиста да и поворачивать вы можете то есть пересекать линию только перед своим перекрестком когда начинается пунктирная линия то есть вот только тогда если вы пересечете и раньше тоже вы можете сразу же провалить экзамен то есть такие важные моменты потом например поворот направо на красный свет если он не запрещен и нету трафика да то вы должны повернуть потому что если вы будете стоять этот инспектор может подумать что вы типа как вы блокируете трафик который находится сзади вас поэтому в принципе ну нужно делать все как и нам в принципе на машине только быть более внимательными везде крутить головой и все прочее моем случае еще надо было хорошо переключаться и такие вещи поэтому большинство предпочитают сдавать на автомате намного проще в нашей школе было много девчонок и практически все они валили экзамен именно на переключение вот у них там найти не попадаешь передачу и все это не короче провалил у меня тоже только было 3 3 передачи и она там вообще была какая-то магическая просто нереально было найти и меня она бесила я боялся что вот из-за этого я тоже не давно в итоге все нормально было короче это такие важные моменты на самом деле их очень много там пример вам нужно запоминать все знаки дорожные да где будет school sign какой speed limit и потом знаки траковой дороги обычно там найти нарисована стрелка вперед и направо написано track road то есть вам нужно это запомнить и вас вы можете проехать знак спустя там минуту он вас спросит какой там был знак типа и вы должны сказать знак был такой-то такой-то да также высота мостов тоже у нас был один мост который мы проезжали и там несложно было запомнить его это такие важные моменты да сейчас придите еще один самый важный момент за который я видел я был туда в диме в той день и просто смотрел как другие парни сдавали экзамен и получается один я стоял в диме и один парень вот я вижу уже возвращается трак он собирается заезжать обратно в диме получается как что ему нужно сделать левый поворот он получит одна линия вперед одна назад и средняя линия это как бы нейтральная линия с которой вы можете заехать дождаться нужного момента и повернуть вот он на траке заезжает в эту линию стоит и ждет момента появляется момент и он начинает заезжать в диме но прикол в том что он в принципе так большой конечно меньше этого но заезд диме узкий и две машины свободно проезжает но траку с трейлером не не хватает места развернуться там да и в этот момент одна машина выезжала и он начал заезжать и я это вижу я в шоке думаю куда ты едешь дурак ты должен дождаться чтобы было полностью безопасно то есть на дороге никого не было и с диме никто не выезжал и в этот момент я вижу что уже почти трейлером начинает бить эту машину люди начинают выбегать кричать ему машут типа стой и вот все парень я не знаю возможно он ехал все время хорошо и почти сдал и когда просто заезжал в диме он прям на заезде завалил экзамен получается все вот этим моментом все перечеркнулась типа я был в шоке с того конечно что он сделал поэтому я когда заезжал я тоже стал подождал пока все проехали убедился что никто не выезжает никто не заезжает и свободненько заехал и все то есть вот такая мелочь да и может полностью испортить вам экзамен еще одна с этим мелочь расскажу это случилось брата моего друга он мне рассказывал об этом тоже получается как привык и есть заезды на фривей да вот когда вы заезжаете и потом уже заезжайте в трафик и вот калифорнии ну я не знаю везде так но в калифорнии точно когда ты заезжаешь там часто стоит метр метр то есть на такой как бы счетчик с красным зеленым светом и получается ты заезжаешь красный свет и ждешь зеленого когда загорается зеленый там написано или одна или две машины могут проехать вот он заезжает на траке на ручной коробке там в этой же школе учился и арики зелёный красный он останавливается потом загорается зеленый он включает передачу отпускает сцепление начинает ехать и когда он начинает ехать уже горит красный почему потому что свет зеленый загорается там на секунду или может быть на 2 секунды и все и коснет пока он включил передачу показывает вступлений уже был красный свет и он из-за этого завалил экзамен то есть это бред бредовая ситуация да ну вот так вот поэтому нужно быть в принципе осторожным такими мелочами и следующий раз когда он сдавал экзамен то он стоял уже в передаче уже было отпущено и немножко сцепления для того чтобы сразу же тронуться такая мелочь и это конечно абсурд но нужно быть готовым ко всему но это наверное все такие основные мелочи в принципе все остальное тоже важно но это то на что больше всего я обращал внимание также там дауншифтинг да когда вы тормозите engine break это тоже было важно но ну на ручной коробке это важно потому что это было немножко сложновато постоянно тыкать в нижней передаче и все прочее если вы на автомате то там вообще об этом даже думать нечего это то есть очень просто да и по вождению теперь все теперь по маневрам да по маневрам вас 4 маневра первый маневр это просто вперед и потом назад второй маневр вы выезжаете опять вперед и задом заезжайте в соседнюю линию третий маневр это параллельная парковка опять выезжайте вперед и параллельно паркуетесь и четвертый маневр это вы выезжаете по 90 градусов и потом должны задом заехать как бы называется олей док то есть док заехать задом на под 90 градусов 4 маневра но у вас будет три из них ну лично так было в калифорнии да то есть какие-то три из них будет у меня был вперед назад вперед назад и в общем вперед назад это обязательный потом это изменение линии обязательно и вот параллельная или боли и доку тут уже на выборе не знаю они с они сами решать что вы будете делать у меня была параллельно парковка что с этими маневрами тоже у вас есть тоже эти баллы вам нельзя выехать за начерченные линии вам нельзя выезжать за боковые и передние линии в общем вы должны четко стать в коробку и получается как когда вы уже в коробке вы можете стоять как угодно то есть если коробка позвоним по ширине позволяет стоять например чтобы сцепка была такая да не прямая а вот такая да но вы не пересекать или не это окей типа окей по барабану как вы стоите главное чтобы вы были в коробке и трак не выходил за линии это очень важно потому что многие пытаются сделать тракт прям очень ровным и на этом только валят экзамен дальше вот примеру когда вы делаете вперед и назад сдаете вот этот маневр он кажется в принципе ничего сложного но поверьте блин там в принципе ехать было очень много длинные был маршрут него задом и сзади стоят фишки которые вам нужно проехать и вот опять же когда вы проезжаете эти фишки вам нужно доехать мордой до конца фишек а как будет стоять жопа уже без разницы вот у меня было так что я выехал морда ровно но задница была вообще в другом уже стороне то есть еще чуть-чуть у меня уже 90 градусов был ухал знаете и я сдал то есть нормально потому что я проехал и ни одну фишку не зацепил жопа выехал на бок но это уже такое типа ты уже за фишками произошло а весь маршрут не проехал то есть это важный момент потому что ну это легче для вас да также у вас дается вообще в сумме 20 пулап пулап это когда вы вперед сдаете и назад потом опять едете то есть вот вы сдаете назад и вы видите что вы не вписываетесь вы можете вперед протянуть и потом опять ехать назад вот таких вперед вы можете сделать 20 раз вообще говорят 6 то есть по 2 на каждую из этих но вообще в сумме около 20 то есть 6 это даются вам типа бесплатно по 2 на каждую да но если бы в первом упражнении ни разу не использовали то вы эти два переносите на следующий вас уже 4 да и потом дальше уже 6 и потом уже есть 14 как бы платных да это они у вас будет мать какие баллы за эти пулапсы но в принципе можете делать 20 штук я не знаю никого кто использовал 20 пулап пулапсу я сделал по-моему 3 или даже 2 пулап то есть ну в принципе сидел с первого раза да и в принципе здесь ничего уже сложного нет то есть в школе вы научитесь придете и там сделайте то же самое единственное что в школе как-то эти линии были чуть пошире и в школе это знаете концы которые стоят были большие а там они были вот такие маленькие как будто для футбола и их очень плохо видно зеркала еще у меня зеркала так сильно дрожали вообще ничего не видно слава богу там единственное что я мог в окно выглядывать и видеть да кстати его еще можете выйти из трака честно я уже не помню сколько раз или два или четыре раза из можете выйти там посмотреть как у вас там стоит трак ну я ни разу не выходил поэтому я и не помню то я не собирался выходить до они вру я один раз вышел когда сделал параллельную парковку да я вышел посмотрел и опять же выходить нужно три точки контакта заходить три точки контакта 5 пристегиваться и важный момент когда вы уже сделали этот маневр и вы видите что вы стоите хорошо вам нужно по сигналить если вы не по сигналите то ничего не будет происходить и я этого честно даже может и не знал как было я сделал первый маневр он не рассказал в начале этого что потом конце по сигналь и я я как-то мимо ушей до пропустил то что мне рассказывал то что мы говорим английском я сделал первый маневр отъехал назад и стою такой дну и смотрю по зеркалам вроде все норм машу ему типа там впереди чего он не шевелится ничего не делали ну блин то что такое я собирался уже ехать к нему типа иду блин то может поеду еще раз типа бы сделать то же самое а потом вспоминаю на по сигнале по сигнале он такой его показать польшу типа все окей и болин думаю такая мелочь но тоже очень важно нужно было по сигнале в конце каждого каждого выполненного маневра то есть сигнал означает что вы закончили тебя вот так вот в общем и после этого вы дальше едете на вождение если вы вождение опять делаете все хорошо то возвращаетесь деми и он вам говорит что вы сдали экзамен так было у меня теперь я переключусь на себя конкретно как вообще проходил у меня экзамен я стоял возле трака стоял я часа два потому что я не знаю почему он не приходил у меня был экзамен 12 или даже раньше и он пришел там через два часа после того как у меня начался экзамен то есть я стоял возле трака просто его ждал и он сразу же спросил с чего ты хочешь начать я сказал давайте начнем с проверки фар потому что он еще не в траке он на улице ему удобно сразу подойти к фарам и посмотреть я сел трак пристегнулся включил фары туда-сюда все окей после этого у меня была инспекция f полный трак он говорит что дальше я говорю я буду делать инспекцию давай и он спешил у нас типа деми закрывался он верит давайте побыстрее я в шоке ну что там парни в принципе на экзамен у не ходила по три по три с половиной часа у меня в сумме экзамен получился где-то час двадцать час двадцать это и я начал быстро ему все про все запчасти двигатель ну я все знал реально я ему все рассказал про так все мы обошли я когда уже перешел на трейлер он говорит я есть детали одинаковые ты там и там есть который отличается по экселям да типа на векселях он говорит давай только те которые отличаются я начал рассказывать все те которые отличаются потому что ну очень много рассказывать да если ты делаешь инспекцию f говорить надо много я ему рассказал он говорит окей давайте пошли типа инкоп инспекция и airbrakes он говорит пошли мы засадимся тракте и начинаю рассказывать про airbrakes там пять пунктов я был на третьем пункте и он говорит окей говорит расскажи мне что тут на панели я ему рассказываю все эти гейджи все лампочки которые даже не загораться там не загораться и она ритм говорит все хватит потому что принципе у тебя уже 70 баллов и ты уже типа сдал экзамен то есть я не сделал airbrakes до конца я не сделаю in cap inspection то есть я сделал полный при трип на улице да и в кабине только три пункта airbrakes и продать и приборную панель рассказал ну и все и мы поехали мы поехали на вождение ехали в принципе нормально ничего там такого не делал единственный раз тоже третью передачу не попал мне сразу же вы на ее нашел и типа все было окей приехали мы над эти же маневры я их принципе сделал все было нормально и после него этого после маневров там у нас был маршрут еще где-то минут 25 то есть в сумме маршрут этот который ты проезжаешь где-то 45-50 минут мы 15 минут добирались до вот этих зоны с маневрами и потом после маневра он не говорит едь прямо я знал маршрут вообще как он как он выглядит но не складить прямо и руки мы поехали прямо и мы выехали прямо в деньги то есть я вместо 50 минут проехал где-то минут 20 наверно маршрута и он горишь типа все окей ты сдал ну я не знаю так быстро получилось как-то ну я вроде там особо не тупил один один момент был в езде мне нужно было поменять линию я включил поворот посмотрел по зеркалам все окей сзади меня есть машину они были еще далеко до трейлера и как им поворот не был включен и как я начал только пытаться перестроить какой-то дебил начинает давать по газам и прям ну пытаются вырваться вперед и я вижу эту ситуацию сразу ну убираю и говорю ему что типа было все чисто но он начал газовать самый последний момент я боялся что я думаю на этом моменте все я провалил ну типа он увидел что я принципе веду себя нормально и держу руль уверенно то есть не было такого что там испугался не знаю что делать да типа а вот веду себя очень уверенно и объясняю ситуацию то я думаю за это это мне и спасло просто не говорили что даже если что-то происходит и ты не знаешь что вам не чтобы ты вел себя уверенно потому что он должен чувствовать себя безопасным да типа и он должен видеть что ты можешь справиться с машиной тебе типа не страшно да и все в общем я бы приехали деми я сдал я сдал экзамен да и теперь хочу вот рассказать как подготовиться к этому экзамену да просто получив тот опыт в той автошколе где я учился я понял как это блин можно было бы сделать все намного быстрее сейчас расскажу почему вообще моей школе все так затянулось и как я выбирал школу в общем в этой школе научились мои знакомые и они не посоветовали я посмотрел цена была наверно одна из самых дешевых лос-анджелесе 2 400 среднем школа стоит 3 400 где-то 3 200 а это было 2 400 плюс еще пару плюсов у них были флэт беды такие же прицепы у тебя больше обзор по зеркалам тебе проще и еще плюс мне скорее всего минус все траки были на ручной коробке да а еще один плюс был в том что обычно когда я приходил там школу общаться как у них там происходит обучение мне говорили что типа вот у нас обучение там две недели или там два месяца ли там что-то такое да или там 40 часов ну то есть как-то так не говорили и получается что ты отучился это время и все сдал не сдал твои проблемы тут я пришел и он говорит у нас типа нет ограничений по времени ты можешь учиться весь год каждый день каждый день сюда ходить типа нам все равно и горит и ты пойдешь на экзамен только тогда когда будешь сто процентов уверен что ты сдашь но в принципе это очень прикольно я думал класс типа можно столько ходить я думал что научиться водить трак это сложно это тяжело это долго да и поэтому думаю что у это это классно реально но под сейчас понимаю что блин все это был бред это хорошо только для тех кто например работает постоянно и у него нет времени там уделять много автошколе и он может приходить раз неделю никогда то там был такой парень и по мне был в диме и он такой да я сдал экзамена рид спустя год я чего он год сдавал экзамен в общем такие есть тоже и очень от плюс он в итоге оказался минусом потому что ходить ему каждый день но водить ему только 15 минут в день мне ехать было до школы целый час туда и целый час обратно ради этих 15 минут и мне кстати парни писали с лос-анджелес спрашивали макс какой ты школе учился посоветую школу а я не хочу советовать потому что я понимаю что это не самый лучший вариант лучше бы я переплатил тысячу долларов и пошел бы отучился там где быстрее так бы сэкономил себе время ну и в общем да из-за того чтобы было водить только 15 минут то есть я приходил и 15 минут я мог вперед-назад поездить и все то есть первый день не прошел я так вперед проехал назад вперед назад пять раз и поехал домой я думаю вот это да и я на том что я так никогда вообще ничего не научусь что сделал я я у меня на приусе есть фаркоп я поехал в юхоу снял за 15 баксов трейлер и поехал с этим трейлером на большую парковку и там пытался делать все эти маневры которыми нужно делать на траке я делаю их на приусе габариты конечно другие но суть тоже руль типа не просто понимаешь какую сторону крутить руль и этого достаточно в общем на приусе научил делать маневры за на часа три и потом уже когда приходил школы мне в принципе уже было просто я уже понимал куда рук крутить просто нужно привыкнуть габариты да то есть на самом деле на траке надо было совсем чуть руль крутить то есть но очень мало все обычная когда только приходите все курид очень его много и это самая большая ошибка вот она и у меня была и в принципе у всех кого я знаю и в общем да на приусе я научился делать маневры поэтому elevator что на самом деле можно до того как прийти в школу просто попробовать так поездить и вы уже будет понимать как ездить с трейлером да потому что это везде одинаково после этого с вождением вождение по городу тоже было минут 25-30 я сходил три раза всего лишь три раза вы говоря по 3 минуты за полтора часа я отъездил по городу на траке и мне хватило этого с головой единственное из-за чего я переживал что ручная коробка то есть есть я мог свободно типа никаких проблем вот эти передачи я боялся что и ну передачу тяжело было найти то есть поэтому единственный момент за который переживал если вы на автомате я думаю двух часов езды по городу за головой хватит для того чтобы научиться ездить плюс маневры я делал в школе шесть раз шесть раз по 15 минут это полтора часа полтора часа я учился делать маневры полтора часа я учился ездить по городу на драки то есть это очень мало да вы понимаете то есть я думал что нужно будет потратить там не знаю часов 20 чтобы научиться ездить в итоге блин реально пару часов хватит поэтому вот это обучение в других школах я был в одной школе они говорят ты можешь ходить у нас каждый день по два часа говорит два часа езды то есть ты приходишь и два часа у тебя езды вот если бы я пошел туда туда то не то что за неделю но за четыре дня по два часа я мог бы уже научиться делать маневры и ездить по городу я так понимаю то есть уже сэкономить кучу времени но мне приходилось ходить вот так не в школу и в итоге я ходил очень долго еще и так получилось что там я начал путешествовать две недели выпали потом них мексиканские праздники были крышем итоге реально месяца три учился может может быть два не знаю но очень долго это все длилось а до учился месяца два но в калифорнии экзамены большие очереди за то что из-за коронавируса почти все деньги не работали мне заняли очередь через по моему 7 недель то есть я был готов уже но мне сказали ждите по 7 недель я просто ничего не делал не ходил в школу ничего не делал просто ждал 7 недель это это не мне забронировали место а это парень какой-то отказался и меня поставили на его место то есть вот так это было почему люди летают майами в основном да вот мне говорили потому что нет очередей вот он отучился своем городе например и потом пролетел там сдавать просто экзамен то есть некоторые делают так и вот все я отучился их поехал сдавать экзамен единственное при трип при трип можно выучить тоже самому и очень быстро это ничего сложного нету просто нужно тупо зазубрить и если у вас нет даже английского языка то не надо бояться потому что ну там листов 7 а4 было да с текстом но все очень одинаково в траке есть как бы четыре вида детали есть металлические детали есть резиновые детали есть шланги и есть провода да и каждая из этих деталь имеет какое-то повреждение типа может иметь повреждения и вам нужно просто заучить эти слова как и как называется эти повреждения и рассказать да все остальное это просто то есть давление шины должно быть таким вот на металлической детали не должно быть каких-то незаконных этих швов знаете когда сварка сварочных швов не должно быть там не хватать болтов и все прочее то есть и все это одинаковое поначалу кажется что вот столько текста потом в итоге когда вы учите понимать что текста в принципе очень мало потому что он есть повторяется просто название новой детали и повреждение те же как и у другой какой-то поэтому это все было очень просто да и получается что таким образом да если самому сразу же подготовиться к при 3 по подготовиться к вождению все остальное будет просто маневры на траке тоже будут такие же как на машине до единственная езда по городу на траке и вот почему я не хочу рекомендовать свою школу потому что все было очень медленно и очень долго и по 15 минут вообще не классно лучше пойти переплатить ну сдать за неделю или за 2 и все опять же да вот мне казалось что это нам будет долго учиться а сейчас уже понимаю что реально пару часов хватило бы всему как бы принципе научиться и в таком случае я бы когда шел в автошколу я бы сразу например лос-анджелесе сразу попросил бы чтобы не записали на им сами ну что если вам скажут что экзамен там через пять недель через шесть недель то вы будете знать сколько у вас времени на подготовку да к примеру потому что я отучился и только потом меня записали на экзамен и это все было очень 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 долго поэтому друзья вот такие дела такое получилось очень длинное видео не знаю кто досмотрел его до конца или нет я надеюсь что досмотрели и надеюсь кому-то оно было полезно и если было там много воды какой-то извините я пытался рассказать в принципе все чтобы найти ничего не упустить и думаю что наверное у меня получилось поэтому друзья всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал для следующих видео но я буду прощаться с вами был макс всем пока